МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Альма-Матер, кормящая мать. Старинное название учебных заведений, питающих духовно. Толетинское музыкальное училище, ныне колледж искусств имени Родиона Константиновича Щедрина, моя альма-Матер, моя и некоторых моих коллег по телевизионному цеху. А вот и наша первая героиня Елена Эдуардовна Кузнецова. Выпускница 1982 года отделения теория музыки. 15 января 2024 года она назначена директором Тольяттинского колледжа искусств имени Родиона Константиновича Щедрина. Я хочу сказать, что я ставила себе задачи, я размышляла, я, конечно, анализировала то, что знаю я. Но первое, что я сделала, я познакомилась со всеми теми, кого еще не знаю. А таких уже достаточно много. Я собрала коллектив. И по одному направлению профессии, и по другому. Пообщалась, послушала отчаяния, послушала проблемы. И я хочу сказать, что это нисколько не разошлось с моим внутренним ощущением того, что нужно делать. У меня внутри есть вот такая щемящая какая-то нота. Очень хочется вернуться к золотому стандарту музыкального образования. Кто-то очень хорошо сказал, а я это повторяю, золотой стандарт музыкального образования в профессии. Мы его в какой-то степени потеряли, может быть, в какой-то степени сохранили. Но его надо развивать. И это моя задача номер один – помочь педагогам, если я смогу это сделать, выстроить свою работу так, чтобы было комфортно, чтобы было удобно и в связке со школами, и в связке с вузом. Сейчас, слава богу, есть такая возможность, есть договор с Гнесинским институтом. Совсем скоро мы соберемся руководителями музыкальных школ и школ искусств и пообщаемся на тему, как вернуть наши замечательные традиции, традиции кураторства, традиции методического сопровождения и многое-многое другое. Сейчас, конечно, очень многое делается. Но вот как-то простроить это, еще раз проанализировать и вытащить какие-то зерна, важные для профессии – вот это задача номер один. Здравствуйте, Атукис, прям вот смотрите. Можно к вам в гости? Да, пожалуйста, проходите. Вот зашли, а тут сразу большая бригада музыкальная. Такие домашние задания, как гармонический анализ таких шедевров музыкальной литературы, роман Сочайковского, музыка Глинки, Грига – это очень нравится, и это хочется делать постоянно дома и дает мотивацию и стимулу улучшить гармонию. Но то, что там написано, это не просто же ноты. Композитор что-то этим хотел сказать, им нужно слушать, воспринимать это как-то. Мой педагог всегда меня заставляет этим заниматься, хочу я этого или нет. А вот заставляет, вот слово мне понравилось. Ну да, сначала заставлял, а потом уже волей-неволей это начало само происходить. Мы с вами продолжаем работать над темой альтериумной субдоминанты, поэтому задание у вас первое, конечно, это игровое. Значит, мы повторяем вспомогательные и проходящие обороты с участием всех аккордов альтериумной субдоминанты, которые мы с вами прошли. Дальше у нас второе задание творческое. Расскажите в двух словах, что за музыка звучала сегодня на викторине? Пианист это лучше, наверное, за наикар. У нас сегодня звучала на викторине «Грёзы любви». Это самое мое любимое, потому что это такая возвышенная музыка, такая спокойная, в каком-то плане умеренная. Вот, она вызывает, ну, допустим, у меня она вызвала такие эмоции, какого-то, может быть, даже вдохновения. Вот, мне очень нравится. Может быть, и рано какие-то итоги подводить, но я хочу сказать, что первое, что мы сделали, мы постарались наладить связи с девятой гимназией. Раньше они были очень-очень обширными, а сейчас немножко так подсело это взаимодействие. А нам нужно, чтобы у нас была конкурсная ситуация. Вот откуда сложности? Сложности от того, что выбор маленький на вступительных экзаменах, а нам надо выбирать, потому что профессия музыканта – это профессия еще и природных каких-то возможностей. Помимо того, что воспитание трудолюбия, дисциплина – это еще и природа. И выбрать из тех ребят, которые хотят учить – это обязательное условие лучших музыкантов, желающих и так далее. Вот такой выбор нам обеспечивает предварительная подготовка учащихся, в том числе начиная с самого маленького возраста, чтобы у нас были желающие, потенциальные, желающие поступать, потенциальные абитуриенты. Вот эта связь с гимназией, сейчас мы делаем там хоровой класс, уже отобрали, прослушали три класса, скоро будет прослушан четвертый класс. Это представьте, 30 человек, еще 30, еще 30, и все это наши потенциальные абитуриенты. Это, конечно, здорово, наши учащиеся. Ведь у нас в рамках колледжа есть еще школьники, и они тоже с удовольствием учатся. И вот нам и эту часть тоже нужно поднимать. А ведь это здорово, когда есть некая единая среда, в которой можно делать обмен знаниями, в которой можно делать какие-то единые подходы и требования, чтобы потом, когда приходит время, можно было плавно перейти уже в некий следующий уровень образовательный. Вот поэтому у нас есть такая возможность над этим и работаем. К съемкам Елена Эдуардовна подготовилась серьезно, продумала логистику нашего передвижения по колледжу и, как положено первому руководителю, взяла инициативу в свои руки, когда еще будет время пообщаться со студентами в неформальной обстановке. Вы готовы к уроку? Да. Что задавала? Строить характерный интервал в ре-мажоре и в си-бемоль-мажоре. В си-бемоль-мажоре? Да. Ну, это не слабая тональность. А какие там характерные интервалы? Скажите, я это хорошо знаю. Уф-2, ум-7, ум-5. Ну вот в си-бемоль-мажоре вы мне ум, у меня, ну вот мне скажите. Это соль-бемоль-ре-ре. Ну вот, значит, какая это ступень? Это шестая пониженная. Шестая пониженная. Молодцы. Ну все, удачи, ребята. Здравствуйте, можно к вам? Мы с тобой все посмотрели. Я с гостями. Да, пожалуйста, гости, дорогие. Вот, вот, вот. Батюшки, да это наши выпускники. Вот сегодня первый урок с музыкальным текстом. Детский альбом. Да, детский альбом Чайковского. Вот разбираем структуру движения внутри такта, да? Вот, везде три четверти. Это я объясняю. Везде три четверти, но в каждом такте у нас особые движения ритмические. Лен, давай покажи. Вот, посмотрите внимательно, да? С этими стулочками. Все, пошли. Значит, первая балля. Раз, два, раз, два. Здравствуйте, можно к вам? Здравствуйте. Мы к вам в гости. Ура! Здравствуйте. Посмотрите. Красавчики. Что тут происходит? Можно посмотреть? Смотрите, Саша. Там бусики, бусики тут разбирайте. Берите, смотрите, убирайте. Натуральное стекло. Вот это вот белгородские бусики, купленные в Москве. Вот, примеряем. Вот это сердолик. Натуральный камушек. Вот это вот индейское стекло. А кто продумывает эти костюмы ваши? Костюмы шьет нам наш педагог Юлия Александровна. Вот это она вот сшила. Юлия Александровна, а можете сюда подойти, чтобы вас сшила? Это первый мой костюм, вот, самарский, вот, рубашечка, кружева. Вот этот фартук я вчера сшила. Сама? Да, с помощью Юлии Александровны, чтобы она мне подсказывала, как это все делать. А есть истории вообще, вот какие-то каноны, костюмы? Ну, вот, просто, не просто красиво, да? Какие-то все равно же должны быть знания по этому поводу. Ну, мы стараемся костюмы сшить ближе к Самаре, потому что мы здесь родились, мы здесь живем, и, ну, и к тому же приоритетнее больше петь самарские песни, да, потому что мы здесь родились, мы здесь живем. То есть это самарские орнаменты такие? Нет, это больше такой общий русский. Да, не чисто самарский, потому что самарский нельзя сказать, что он чисто самарский, потому что здесь не... Очень много народов. Да, очень много народов, и чуваши, и казахи, и все-все-все. Ансамбль народной песни «Горет свет» руководитель Юлия Батурина образован на базе отделения сольного и хорового народного пения, которое открылось в 2018 году. Уже состоялось два выпуска. Выпускники получают квалификацию артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива. Унесла река далеко, всю печаль, как вешний сон. Что ж ты бродишь одиноко, шлю тебе я свой поклон. Конечно, может быть, это не самое приоритетное, но тем не менее. Вопрос, вопрос, каким образом интересно жить, и чтобы студентам было интересно, и педагогам, как их объединять. Потому что очень часто бывает так, что, сидя в классах, занимаясь подолгу со своими произведениями, дети, может быть, где-то не так активно общаются, как раньше. Что объединяет? Объединяет какая-то совместная интересная деятельность. Вот мы придумали два проекта, и мы их оформили, и мы их разместили на конкурсной площадке президентского гранта культурных инициатив. Один касается, называется «Пошли в оркестр», и речь идет о духовом оркестре, когда мы предлагаем всем попробовать себя в роли вот такого человека, который играет на духовом инструменте в ансамбле. Это здорово, это интересно, и я уверена, что если мы сможем получить грант, то город запомнит это событие. Тем более, что в нем будет парад оркестров музыкальных школ города, у нас их несколько таких оркестров, и мы попытаемся сделать сводный духовой оркестр. Ну а самая интересная идея, мы ее между собой называем «Дом-оркестр», когда изо всех окон нашего колледжа будет выглядывать музыкант с инструментом, и все вместе будут исполнять гусарский марш Петрова. А дежур будет стоять внизу и показывать фрагменты вступления. Я думаю, что это будет интересно. Почему такая идея родилась? Когда ты подходишь к училищу, ты слышишь это море звуков, и оно иногда диссонирует, но тем не менее, вот такой большой плывущий, звучащий корабль, а мы хотели, чтобы эти звуки вдруг собрались в любимое произведение, и так зазвучал этот корабль, чтобы на него нельзя было не обратить внимания. Вот это интересная идея. Сейчас, пока она живет, вот ждем, когда еще на нее кто-то обратит внимание. В 2023 году в колледже имени Родиона Щедрина открылось новое отделение «Народное художественное творчество по направлению хореография». Работаем с живым инструментом, да, то есть не изменяем своим традициям, несмотря на то, что 21 век, но работаем под баян, да? Все уроки, это принципиально. Баян – это наш инструмент, он по характеру движений более передает музыку точнее, чем… Но фортепиано – это более классический инструмент. Можно на историко-бытовом фортепиано использовать, на классическом материале там это даже нужно. А аккордеон, баян – это ближе. «Прощай, рада жизнь моя. Знаю, едешь без меня. Знать один должен остаться. Тебя мне больше не видать». Скажите, пожалуйста, а вот почему именно этой песне? Внутри как формируется желание петь? Ну, потому что у нас все-таки аккапельная музыка, она, как правило, чаще всего исполняется аккапельно, без инструмента, поэтому, когда зашел вопрос петь без инструмента, почему-то сразу вот на ум пришла народная музыка. Может, у вас студентов учится? Лично у меня специалистов учится четыре человека. Это какие голоса? Один тенор, один бас и два баритона. Когда я училась, я была на отборочном, в консерватории, на отборочном всесоюзном тогда конкурсе, отбирали на конкурс в Будапеште именно Листа двух человек. И мы попали тогда на финал, и мы за один день прослушали шесть раз сонату Листа Си минор. А соната идет целое концертное отделение, 45 минут. И вот, значит, до обеда три и еще. Это было совершенно потрясающе. Конечно, это как роман, который читаешь, и каждый раз открываешь новые страницы. И я всем рассказываю, что, конечно, читаешь, и каждый исполнитель, они все исполнители, они должны понимать, что интерпретация, понимание свое, отношение к музыке, не просто ноты играем, а понимать, конечно, музыку нужно прежде всего. Поэтому, конечно, очень интересно. Очень интересно, и я с удовольствием, я люблю музыкальную литературу. И хочу, чтобы мои студенты тоже любили. Сыграть такую музыку – это нужно иметь очень хорошую базу, да? Транскриптилисты – это очень сложная задача. Кто-нибудь играл что-нибудь когда-нибудь, пробовал? Я играла «Грезы любви» как раз. Ну, это требует мастерства тоже, и нужно поднимать уровень каждый день. И мне тоже нравится это произведение, очень сильно. Сейчас заходим в класс, где работал Евгений Васильевич Сорокин. И вот такие таблички у нас будут на каждой из дверей. Заходим здесь сегодня, работает, поглядим, кто. Кто-кто-кто, можно к вам? Здравствуйте, проходите. Здесь работает выпускница Тольятцевского музыкального училища Татьяна Федорова. Ну, теперь она уже с отчеством. Скажите, Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна. Да. Татьяна Владимировна, над чем вы трудитесь? Вот у нас сегодня первый курс фортепианного отделения – урок «Чтение с листа». Мы читаем полифонические произведения, знакомимся с разными видами полифонии. Как вы оцениваете работу вашей студии? Ну, девочка у меня – это хорошая девочка, способная. Вот стараемся, учимся играть не только глазами, не только нотами, но чтобы это было осознанно, осмысленно, чтобы чувствовалось фразы, чтобы она ощущала развитие музыкальное, потому что читать с листа, вот техника чтения у многих довольно хорошо поставлена, а вот чтобы это было осознанно с музыкальной точки зрения, вот этому мы учимся. Проходите, ребята, они все здесь. Вот в таком уютном маленьком классе лежит очень много разных инструментов, и тубы фантастические совершенно, и тромбоны. Столько лет вы рядом с такими красивыми инструментами, вот что вынесли бы из этого долгого пути? Правильно ли вы сделали, что когда-то для себя определили эту дорогу? Да. Вопрос этот для меня очень важный. Он практически со мной все годы, которые работаю. Здесь я работаю очень давно. Собственно, сначала открытие отделения духовых инструментов. Мы с отделом отсобирались и обсуждали историю нашего отдела. Этот класс формировался при моем участии, конечно, не пожалел нисколько. Более того, приятно отметить, что за все годы класс духовых инструментов, мой в частности, класс Волторный, он до сих пор живет и процветает, так сказать. И ежегодно выпускники моего класса, как и других классов духовых, они все востребованы. Востребованы в городе, востребованы в других городах. Как правило, поступают все в вузы, включая Московскую консерваторию и всякие престижные вузы и так далее. Поэтому я никак нисколько не пожалел о том, что все годы, проведенные здесь, вот я провел, и они являются самыми лучшими годами. Я правильно нашел свой жизненный путь. Ну и надеюсь, что помог своим выпускникам также определиться в жизни. А что жизнь для женщин таких красивых в нашем колледже? Скажите, пожалуйста, вот рядом флейта, вокруг вас ученики, педагоги. Чем вы гордитесь? Что вы любите в своей работе? Ой, это, знаете, наша работа не заканчивается никогда. Мы даже дома думаем над репертуаром, над новыми программами, проектами, концертными деятельностями. Вот даже сейчас об этом сценарии пишем. То есть это наша жизнь, это наше все. Мы этому посвятили наиболее 30 лет своей жизни с 8 лет. Поэтому это очень важно. Вот здесь занимаются юные гитаристы. И сейчас мы познакомимся с учителем гитары Вячеславом Кофтумом. Здравствуйте. Вы работаете с детьми? В том числе. В том числе. Но и со студентами тоже. Может быть, это подвигло к тому, что возникла идея создать детскую филармонию и возглавить ее? Ну, в том числе, да. Идей-то много было, когда мы делали детскую филармонию. Но и культурное развитие детей, конечно же, обязательно сюда входило. Студенты, чтобы они посещали концерты, были обязательно на всех концертах, которые мы для них проводим, естественно, и дети. Здесь у нас занимается Волошина Светлана Ивановна, старейший педагог нашего образовательного учреждения. Мы рассматриваем картину Карла Брюлова «Осадовского», которую он писал по приезде в Петербург после окончания работы над историческим полотном «Последний день Помпеи». Профессию я выбрала, тогда еще не выбирала, скажем, направление, но что я буду учителем в первом классе, как только пошла в первый класс. Сразу брата своего обучала грамоте с первых шагов. Поэтому всегда мечтала об этой профессии и люблю профессию. Вторая любовь к истории искусства, поэтому оставить это очень не хочется. Хочется еще работать и еще работать. Правая рука. Один человек, второй, посмотрите, работает со студентом, знает каждого в лицо, биографию, судьбу. Здесь педагог молодой и спортом занимается, и классный руководитель. Ну и очень важный человек учреждения Яна Валерьевна Дудковская. Руководитель отдела кадров. Здесь просто живут в этом кабинете. И рано утром дверь открыта, и поздно ночью дверь открыта. Я очень благодарна этим людям. Работа кипит. Первый курс придет сейчас. Здравствуйте. В 14.35. Сейчас перемены же как раз будет. Ну вот мы здорово зашли. Сейчас с вами немножко пообщаемся. Ну хорошо, давайте, да. Что будем мы сегодня на уроке делать? На уроке сольфеджио будем петь. Диктант. Какой курс у вас? Первый курс. Первый курс, да. Сольное, хоровое, народное пение сейчас придут. Да, ну все по стандарту, да. Сначала интенсионные упражнения, да. Потом мы пишем диктант. Потом гармонический анализ, слуховой. И все, и на этом урок заканчивается. Ну вообще сольфеджио, вот на сегодняшний день, да, собственно, это всегда был самый такой ненавистный предмет для всех детей, начиная с музыкальной школы и так дальше. Вот как вы преподаете сольфеджио, чтобы все-таки дети и молодые люди любили этот предмет? Ну, сначала я сама люблю его. Вот это первое, конечно. Вот, и второе, что я всегда говорю детям, да, что вот за всеми музыкальными диктантами, викторинами, неовестными гаммами, да, мы все-таки занимаемся с вами музыкой, да, за всем этим стоят красивые музыкальные произведения. Для того, чтобы их понимать, эти музыкальные произведения, ну вот иногда нужна такая рутинная работа для того, чтобы потом получать удовольствие от этого. Я считаю, что не важно, не столько важно, сколько ты часов занимаешься, важно качество занятий. Можно заниматься 8 часов в день и бесполезно абсолютно, а можно 2 часа позаниматься и сделать очень-очень много работы. Поэтому вот, ну как получается, так и занимаюсь, да, но не меньше 2-3 часов точно. Очень хотелось бы, я думаю, работать в оркестре. Планы поступления дальше, где продолжать хотите? В консерватории, конечно, стремлюсь в такие города, как Москва или Санкт-Петербург. Сегодня Колледж искусств имени Родиона Константиновича Щедрина работает в режиме интенсивного развития. Открыты новые специальности – вокальное искусство, класс ударных инструментов, эстрадный вокал. Эй, 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 эй желания тоже, когда мы садимся в автобус с духовым оркестром и едем в самый отдаленный уголок нашего Створопольского района, и какой-нибудь бабушке, которая не может далеко выйти, даже вот на центральную площадку не может выйти своего села, вот подъехать к окнам и сыграть вальс ее молодости, ну, например. Вот такие замечательные встречи с людьми, которые не могут прийти сами, а вот мы едем к ним и делаем это, и я думаю, что это будет добрым и хорошим делом. Колледж искусства является кузницей кадров для музыкальных школ города. Все оркестры Тольяттинской государственной филармонии вышли из Тольяттинского колледжа искусств. Все. Так, ты первую часть мне завтра принесешь. Ой, такие гости у нас. Здравствуйте. Господи, сколько лет? А здесь вообще вот практически ничего не изменилось. Ну, почему не изменилось? Библиотека колледжа – необходимая составляющая для всех педагогов и студентов. Любовь Владимировна Рыськова трудится практически со дня основания музыкального училища, ныне колледжа, уже 45 лет. Свою привязанность к этому месту объясняет просто. Я это все сформировала. Я это все, скажем так, приобрела. Я знаю каждую книжечку, которая стоит на каком месте. И вообще, ну, жалко, это уже свое дело, которое кому-то передавать когда-то надо будет. Уже, я так думаю, наверное, скоро. Это все наше. И я, конечно, благодарна многим педагогам, которые работали еще в то время, когда мы формировали фонды. В Антонизе Наронова, Антонизе Батухина. Это те, которым надо было за всего многое. Мы это покупали, были деньги. Ой, ну, конечно. А вообще, ну, сегодня, понятно, 21 век, да, многие ребята играют. Вот мы даже тут заходили, дедочка играла на телефоне у нее партитура, то есть планшеты, да. Но, тем не менее, вот живые-то ноты вообще пользуются, ребята? Ну, конечно. Ну, вот только что были свидетелями, что действительно берут, особенно много берут на уроки теоретики, музыканты, прежде всего педагоги. А вот, и дети берут. Ну, в наше время, действительно, библиотеки уже как бы себя изживают. Но, тем не менее, куда же без этих учебников. И, слава богу, у нас сформированы фонды по всем основным нашим учебным дисциплинам. У нас все есть. И клаверы, оперы, партитуры, учебники. Пусть они старые, но они слово в слово, что им сейчас, они издаются, или когда им было 45 лет таким книжечкам. Слово в слово. Бывших студентов колледжа искусств имени Родиона Константиновича Щедрина можно встретить во многих городах России, а также в других странах. Очень признательна всем тем, кто работал здесь до меня, потому что очень многое построено. И построено, на мой взгляд, очень удачно. Ну, например, в марте месяца у нас начинается Олимпиада. Это такой тип встреч, которые просто невозможно пропустить профессиональному музыканту. Среди них есть наши выпускники, например, Максим Федоров. Среди них есть очень именитые вокалисты, пианисты. Будут звучать фортепиано-ансамбли, концерты. Но самое главное, будут мастер-классы, в которых люди смогут получить конкретные, интересные замечания, как работать над музыкальным материалом. Это очень хорошая практика, и ее надо развивать, и обязательно в этом надо участвовать. Вот надеюсь, что музыканты нашего города посетят это. Это и курсы повышения квалификации, как мастерские, как мастер-классы. И это, конечно, концерты. Думаю, впечатления будут незабываемы. Тольяттинский колледж искусств имени Родиона Константиновича Щедрина – это не просто учебное заведение. Это храм культуры, формирующий новую социальную среду, которая активно участвует в культурной жизни города и влияет на духовную атмосферу Тольятти. Мне очень хочется, чтобы здесь было комфортно. Вот честно скажу. Может быть, когда приходишь вот так со стороны, это бросается в глаза. Но тем, кто здесь живет, по большому счету, мне кажется, уютно и комфортно работаете, потому что они любят то, что они делают. Вот уже полвека льются из окон здания на улице Ленина 7 звуки скрипки, рояля, трубы, аккордеона. С раннего утра до позднего вечера горят окна, за которыми постигается прекрасное. И начинается сложный путь музыканта. Все, что вокруг меня происходит, я делю как бы на две вещи, либо субстанции. Это возможности и причины. Вот понимаете, на каждое дело можно найти причины, почему этого не делать. И, как правило, причин всегда много. И их найти очень просто. А вот увидеть возможность, почувствовать ее, осуществить эту возможность, это всегда требует какого-то внутреннего преодоления, собранности и труда большого, как правило. И вот если ты осуществляешь то, что ты задумал, если ты преодолеваешь себя в чем-то, ты становишься сильнее. И именно эти моменты, мне кажется, составляют самую счастливую часть твоей жизни. Когда ты себя преодолеваешь, когда ты идешь навстречу трудностям, но знаешь во имя чего. И когда ты добиваешься своих целей. Вот для меня работа здесь – это та самая возможность преодолеть себя, вырасти. И, конечно же, все те навыки, которые я получила, все те знания, которые мне дала моя прежняя профессия, мои московские дружеские связи, мои партнерские связи в городе Тольятти, вот все это направить, нацелить. Я думаю, что каждый себе задает вопрос, а зачем мне это надо? У тебя наверняка тоже такие ситуации случаются. Зачем мне дана вот такая-то ситуация? Вот именно для того, чтобы когда-нибудь сказать тебе, вот, я понял, вот я понял, для чего мне это пригодилось. Сейчас сделать главное дело в своей жизни. Все очень здорово. Я искренне желаю, чтобы вот все, что вы задумали, чтобы все это случилось и произошло. Я пока сегодня ехала на съемку, у меня мыслишка такая пришла. И, ну, просто вот само название «Моя альма-матер» и вот просто стали зарифмовываться слова. Сейчас вот я вам изображу. «Моя альма-матер, кормящая мать, меня научила творить и мечтать. Уроки твои пригодились в пути, профессию выбрать, себя обрести». И я хочу вам предложить сейчас, помятуя, что вы когда-то входили в поэтический клуб при Тольяттинском музыкальном училище под руководством Фрида Моисеевны. Вот я хочу вам предложить продолжить эти строки, но уже в своей интерпретации, то есть написать, так сказать, продолжение этого стиха. А начнем мы «Моя альма-матер, кормящая мать». Пока Елена Эдуардовна предается поэтическому творчеству, мы с оператором Андреем решили проинспектировать буфет. Какой у вас буфет, Лена Эдуардовна? Что в нашу молодость, что сейчас? Вообще там и цены вообще просто великолепны. Ну, как ваши успехи? Трудимся, трудимся, ну, а каждый, кто ищет, тот всегда чего-нибудь находит. Итак, «Моя альма-матер, кормящая мать, счастливая юность, конспектов тетрадь, весь мир нараспашку и все впереди. Дерзай, слушай Баха, трудись и люби». Я предлагаю каждому давать задания и писать четверостишие. И я знаю, наш следующий герой в этом деле, вы тоже знаете, профессионал на все 100%. Поэтому, мне кажется, у нас вообще должно на выходе получиться самое настоящее поэтическое произведение. Будем работать! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok